Что вы делаете, когда вам грустно? Скорее всего, вы находите смешную картинку и отправляете ее человеку. И даже если мы злимся, мы сразу же идем делать мемы про то, что нас не устраивает. Но что такое мемы? Как они появляются в нашей жизни? И как они влияют на нее? Давайте подробно рассмотрим мем как явление массовой культуры. Вопросы и ответы. Вопросы вращают эту планету. Существует ли в мире первый мем? Адам среди мемов. Откуда вообще это слово взялось? Как появились мемы? Впервые термин «мем» употребил Рихард Зимон в своем труде по зоологии в 1904 году. Понятие долго означало способность к созданию собственных копий. Однако уже в 1976 году термин подхватил Ричард Докинс, который употребил его в качестве единицы информации, ведущей себя как ген. Проще говоря, мемы, по мнению Докинса, это картинки, слова и мелодии, которые проходят через естественный отбор, эволюционируют и размножаются. Найти самую первую смешную картинку, которую люди копировали бы и передавали снова и снова, слегка модифицируя, довольно сложно. Например, во время Второй мировой солдаты использовали изображение смешного человечка с подписью «Killroy was here». Никто так и не выяснил, почему это началось и что это обозначало. Но очевидно, встреча со знакомым «Killroy'ем» в опасных точках поднимала настроение англоязычным военным. Но и в Средневековье, и даже у древних греков были свои повторяющиеся визуальные шутки. Самым первым интернет-мемом на Западе считают видео с танцующим ребенком, созданным с помощью компьютерной графики из 1996 года. Соцсетей тогда не было, так что они просто разослали по имейлу в другие компании. В России распространение мемов приписывают к началу 2000-х. Когда появилась Масяня Олега Куваева, ее моментально разобрали на цитаты. Само слово «мем» и смешные картинки в интернете стали ассоциироваться друг с другом совсем недавно. Еще в 2015 году слово «мем» искали в интернете меньше, чем слово «кэтс». И только где-то после 2015 года оно стало таким общеупотребимым и приклеилось в том числе и картинкам с котиками. Но есть ли автор мемов? Человек, который придумывает все эти популярные шутки? Технически сделать смешную картинку может каждый. Но у большинства мемов нет создателя. Точнее, он анонимный. И есть даже онлайн-энциклопедия, которая называется «Know Your Mem», в которой пользователи пытаются восстановить историю каждого мема. И, как правило, они находят начало мема где-то на Reddit или Twitter. Есть, правда, история запатентованного мема. «Grumpy Cat» — самый коммерчески успешный мем в истории человечества. Хозяин кошки выложил ее фотографию на Reddit. Всего через год после первого появления в интернете кошке досталась ежегодная интернет-премия «Webby Awards» в номинации «Мем года». Хозяева «Тарды» заработали порядка 100 миллионов долларов. Мем не существует без эволюции. Это форма современного фольклора, пришедшая на смену анекдоту. Почему мемы изучает наука? Учитывая всю популярность и влиятельность мемов, неудивительно, что сейчас филологи, лингвисты, психологи и социологи пишут научные статьи на темы, связанные с мемами. Например, есть исследование, посвященное изучению депрессии с помощью мемов. Оно же говорит, что грустные мемы помогают справиться с депрессивными состояниями. Или культурологические исследования мемов в разных культурах. Например, в Китае мем больше, чем мем. Это зачастую шифр для выражения идей, которые не пропустит цензура. Как журнал «Веселые картинки» в свое время. А еще мемы используются в политической пропаганде. И это тоже исследуют политологи и культурологи. Какие бренды стали мемом? Например, в результате череды антидопинговых скандалов больше всего запомнился мельдоний. Запросы про мельдоний были более разнообразные. Пользователи интересовались не только тем, что это такое, но и как его купить и инструкции по применению. Мельдоний в сознании населения из медицинского препарата превратился в шутку на злобу дня. А потом в чудодейственное лекарство от всех болезней. Можно ли считать мем искусством? Вот Алексей Шульгин и Аристар Чернышев. Пионеры диджитал-искусства в России. В 2016 году курировали выставку, посвященную мемам. Вам кажется, что то, что вы делаете, это свежо и круто, но на самом деле мемы существовали всегда. Культура мемов не является чем-то принципиально новым для человечества, ведь фольклор в том или ином виде существовал всегда. Однако в связи с распространением интернета, это, наверное, первый случай в истории, когда шутки могут кочевать по всему земному шару, переводиться на разные языки и вбирать в себя новые смыслы и коннотации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова